79-ю весну победы в Шемкенте вместе с отечественниками встретят всего два ветерана Великой Отечественной войны – Мураталы Тулепергенулы и Нина Егоровна Масунова. Уроженец села Жаскишу Мураталы Тулепергенулы 20 мая отметит свое 99-летие. 18 лет он был призван на фронт. С 1943 года воевал в рядах советской армии. За проявленную отвагу в битве с немецкими захватчиками Мураталы был награжден Орденом Великой Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу и освобождение Варшавы. Мураталы Тулепергенулы участвовал в боях по освобождению стран Европы от фашистов. Вернувшись в 1950 году в родное село, он устроился на работу машино-тракторной станции в Тулькубасском районе. В 2014 году ветеран получил квартиру в административном деловом центре Шемкента. День победы ветеран Великой Отечественной войны встретит в кругу своих детей, внуков и правнуков. Свой 100-летний юбилей в этом году встретила Нина Егоровна Масунова. Проживает фронтовичка в Альфа-Арабийском районе Шемкента. Юная Нина в 1942 году по зову сердца добровольно отправилась на фронт. Во Вторую мировую войну она была телеграфистом, затем стала командиром отделения радистов. Во время тяжелых боев отважная девушка, несмотря на трудности и лишения, стремилась быстро наладить связь. За проявленную отвагу Нина Масунова была награждена боевыми орденами и медалями. В Шемкент девушка Нина переехала в 1948 году. Создала семью, добросовестно трудилась на предприятиях города. Сегодня удивительная женщина, прожившая век полна сил, занимается огородом, выращивает цветы в своем дворе. Несмотря на ухудшение зрения, Нина Егоровна не перестает читать газеты и журналы. Секрет долголетия говорит прост здоровый образ жизни, добрый нрав и жизнелюбие. Мы обязаны им великим праздником, Днем Победы, и каждому безмерно благодарны за их общий подвиг. Продолжение следует...